Всем привет! И мы сейчас направляемся в Латвию на саммит для учителей Samsung School for Future, который пройдет в местечке под названием, тут у меня не указано, Радониетке, да, как-то так. В общем, наш навигатор этого места не знает, но как хорошо, что есть смартфон и встроенная Google-карта, в него, точнее, приложение Google-карты, в котором есть абсолютно все места, и он нас сейчас навигирует и показывает, куда нам надо ехать. Компьютер на коленях. Готовимся к выступлению в буквальном смысле на ходу. Проговариваем текст, проверяем слайды. У тебя есть что сказать? Я еще ничего не проговорю. Ты еще ничего не проговорил, да? Наше выступление, оно по теме учения без границ. Да, пусть и чего же такое. И мы должны будем говорить об инновационных сценариях. Но прежде чем говорить об инновационных сценариях, нам действительно очень важно быть за границей нашего привычного уклада, учительского, нашего привычного сценария, к которому мы очень привыкли. И ученики, причем и сами учителя. Будем говорить про рамки, да? Про рамки за выход из рамок, да. И наши сценарии инновационные, которые мы сегодня будем рассказывать, это в частности способ выйти за рамки. Да, дойдем до момента, когда мы попытаемся ответить на вопрос, как выйти из рамок. Как выйти из рамок, да. Определим, какие рамки нас держат, вообще существуют. Интересно будет узнать, почему даже учителя предложат, какие рамки они назовут. Потом посмотрим, почему мы выйдем из них, которые рамки, а потом как. Самое главное, потому что всегда вопрос как остается неотвеченным. Да, безусловно. Ну вот, например, я вчера о чем думала? Я думала вчера опять о роли учителя и о том, что его задача уже заключается не в том, чтобы просто передать знания, передать опыт, а в том, чтобы ученик или обучаемый, скажем лучше так, обучаемый, смог достичь результата. И вот, например, я о чем подумала? Что на самом деле на выступлениях и даже курсы, которые проводятся для учителей, они ведь в основном носят информационный характер. Они ведь в основном... Традиционное метро изучения. Да. Пришла говорящая голова. Да, рассказывают, показывают, возможно, дают какие-то способы. Я просто уверена, что учителя получают там для себя полезные мысли, какие-то инсайты. Но все-таки для того, чтобы достичь результата, это должна быть отдельная работа с конкретным клубом учителей, с коллективом или с одним учителем. На достижение результата должно быть это нацелено, а не просто вот на информирование. Потому что даже сегодня, например, когда мы на выступлении будем рассказывать про то, как, все равно сможет это применить маленький процент. Надо дальше с ними идти, конечно. Надо идти и работать дальше для того, чтобы именно внедрять, анализировать проблемы, ошибки. Потому что у каждого индивидуальные абсолютно случаи. Свои какие-то, собственно, нюансы возникают. Свои дети особенные, свои родители какие-то особенные. И это надо все решать по ходу и подбирать индивидуальные какие-то сценарии. Но общий алгоритм, общий алгоритм. Так что спрашивайте наше сегодняшнее выступление. Да, обязательно. Оставайте с нами. Ставьте лайк. Мы прибыли на место. Здесь уже какая-то активность происходит. 22, 23, 24, 25. Сейчас я покажу зал, в котором мы будем выступать. Так как на нас записалось очень много участников на наше выступление, поэтому зал нам выделили самый большой. Вот он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уйти от этого, не списывай, не смотри, что он идет, а против того, что они на самом деле работают. Жизнь тоже когда у нас проблема, мы звоним подруге на службу, в фильму, советуемся, спрашиваем, решаем проблему немножко. Никто не скажет тебе, не списывай, как я решила эту проблему, решай ее самому. Всем привет, мы только что подвели наше выступление, закончили только что наше выступление. Я тебе скажу, что ты хочешь? Нет, мы в интернете. Онлайн, онлайн. И тестируем теперь новый инструмент бамбуза, чтобы посмотреть, таким образом видео можно сразу же онлайн быстро отправлять. Бамбуза, что, только серьезно, что ли? Нет, он у меня даже давно на телефоне, просто я его еще не фиксирую, если честно. Вот, что мы можем сказать быстренько по нашему выступлению? So, for those who are not very good in Russia, we are just setting a new instrument бамбуза. Yes. The regress, can I get it? So, for those who are not very good in Russia, we are in the middle of Russia, somewhere in the forest, so the Wi-Fi connection is not very good, but it was still in Russia. Да, мы рассчитывали провести небольшую там онлайн-газовую работу совместно, она частично удалась, но главное, что я думаю, коллеги поняли пенсию этого. И достаточно аудитория была лояльна, никто не стал возмущаться и переживать по этому поводу. Вот так. Так есть еще что добавить? Нет, ну, да, люди стали нас запитать помидоры, и когда мы сказали, что процент 21 века может быть даже важнее, чем нам уметь писать про оздоровление сегодня и здесь, и сейчас. То есть когда мы предложили, что концепт, лечебное содержание, это не цель, а движение других целей. То есть это главный момент, когда мы проговорили, привели кучу примеров, да. Я тоже снизу опыта, чтобы нам можно было заработать жаром. Ну, в принципе, да, самое главное, там же вопрос всегда сказать, как, как, how to change your teaching. И, на самом деле, они очень часто не встречаются, потому что у нас есть вопрос, а мы затронули этот как, и даже, в принципе, дали... Спасибо. Спасибо. Уже дружбу предпочитаю вас ответить. На поведение, все, я цитирую дружбу. Спасибо. И на YouTube, на YouTube даже находите меня. Это видео тоже уже выпущено. Вот это видео, да. Спасибо большое. Здорово. Что мы сказали в конце? Было интересно? Мне интересно, здесь будет один молодой человек, очень интересный. Это витус, который, 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 который... Я не сказал нам о таком понятии, мы... Мы не считаем, как... Ну, это же идеи, а это понятия не только... Да, я говорю, это национальный... Национальный интеллект. Да. Национальный интеллект, да, в том числе, в том числе, в классе, проводят специальные проекты, и... Я не знаю, что это очень, 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 очень классные. Да, очень интересно. У меня есть на... И у нас учебы, в Казахе, по-сторожей вещи подписаны. Это, кстати, не те, наоборот. Как это добиться, потому что... По-другому, к примерам, я не видел, чем, что вы... Я обучался в школе, тоже, не знаю, вы это не говорите. Хотя до опыта нет. Поэтому очень много интересного, но это... Слышали, и... Надеюсь, что вы это сказали. Ну, и слушайте нас, и Александр. Отставайте. И если вы смотрели на скампчат, то это был онлайн. Онлайн эфир. Да. Теперь пока. Спасибо. Мы провели наше выступление и решили по дороге домой заехать в очень красивое местечко под названием Сигулда. Вообще, в Латвии очень много красивых мест, которые можно посетить. Здесь рядышком замок Турайда находится. Мы когда-то в нем были. А сюда мы приехали, чтобы посетить пещеры. Я давно знаю, слышала давно об этом месте, но еще ни разу здесь не была. Поэтому вот мы пришли посмотреть, что здесь за пещеры. Мой аккумулятор у камеры GoPro полностью разрядился, потому что я снимала наше полторачасовое выступление. И поэтому снимаю теперь на телефон. Мы подошли к пещерам. Вот здесь такой огромный вход, устрашающий. Она больше, чем у нас в фильме. Ну вот такая пещера здесь. Ну вот, вот такая пещера. Не очень глубокая. Пещеры оказались не такими, как я их себе представляла. Я рассчитывала, что тут будут какие-то пещеры, сталактиты, сталакмиты. Что здесь можно будет ходить, бродить. Я еще переживала, разрешат ли там съемку. А оказывается, тут просто огромная такая пещера. Мы провели короткое время. Сигалда нам объяснили, что на самом деле там нужно идти гулять выше в парк. И можно подняться очень высоко и уйти очень далеко. Так что вся Латвия, как на ладони, видна практически. Практически вся Латвия. Но у меня была не та обувь, поэтому высота моего пупуга не позволяла так далеко нам уйти гулять. Поэтому мы осмотрели эту пещеру, почитали немножечко про это местечко и отправляемся теперь дальше. Едем теперь по направлению уже к эстонской границе. Ой-ой-ой, перед нами перевернулся трактор. Ой-ой-ой. Водитель вылезает. Всю дорогу нам перегородило. Можем проедать там, получается, да? Ладно, с водителем все в порядке. Могу проедать, да? Ну да. Ой-ой-ой, все тут рассыпал он. Зерно какое-то. Зерно, ну-у-у. А-а-а. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok